Слава Богу, Судя Сыну и Святому Духу, И великий призыв, и великий Бог, Аминь. Едино, равный, сильный и славе Божьей, Бессмертенцы, и славе безпоследия Нашей Бороди, воплотитесь, О, святые Бога, родители, Престав Девы, Марии, Непреложного Человечеса, Растыся же, Кристе Боже, Смертью, Свету правы, Единый, сильный и славе Божьей, Расславляй, не отстань, И святому спасти. Когда со мной случилась очень, очень внезапная и очень тяжелая беда, это настолько внезапно и настолько ошеломляюще, что она, в общем-то, пугает. Она испугала не только меня самого, она испугала очень моих близких, и те, кто считал себя близкими, очень многих испугала и парализовала. Ноги не могли двигаться, не то, что там прийти, посправиться, как позвонить, прийти, проведать даже. Я вам по пальцам пересчитаю, кто рвался и кто приехал, а кто кровь мне доставал. Когда мне внезапно потребовалось при трепанации черепа большое переливание крови, а у меня редкая группа, у меня вторая отрицательная. Ее по Москве в тот момент нельзя было найти. И в Склифосовского я чуть коньки не двинул. Вот факт. Ну, как вы меня спрашиваете, кто-нибудь помог? Ну, кто-то-то помог. Художник, по-моему, это субстанция нравственная, духовная. Вот как вы к этому относитесь? Для меня, для меня, вот то, что мне даровал Бог, дал в руки, в голову, даровал возможность, умение пользоваться художественными материалами, использовать их в навыке, использовать для процесса изобразительного, со всеми тонкостями, сложностями, мастерства. Для меня это процесс в ночь, в общем-то, буквально жизненный. Для меня, существо, меня как художника, это понятие вообще моего откровения, мои молитвы. Моё, вот, как бы, жизнесуществование, это по категории, если нравственный, духовный, моральный, определять для себя, для чего ты живёшься. Вот другой скажет, да не знаю для чего. Дышу, видимо, произвожу, кушая вкусные продукты, перевожу их на говно. Шоколад такой, гумос создаю. Не знаю, вот, я не могу определить, почему. Я считаю, что для меня это дарование мне, во-первых, как награда, как наслаждение, как возможность познания вообще величины Бога, что всё создано в мире, что мы видим, что есть видимое и невидимое, что есть зримое и незримое, что есть на земле, всё есть создано по воле и желанию Его. И если это устроено настолько прекрасно и гармонично, что нам даровано это только посредством того, что нам дадено, это хотя бы осознать, понять, и это только и есть вообще на это потратена моя жизнь. Моя жизнь есть. Это метод познания величины Божественного начала бытия. Больше ничего. Мы созданы, я думаю, друг другу в назидание посредством познания высоты и величины Бога мы осознаём вообще своё существование. во имя и ради чего. И что если есть всё прекрасное, то созданное по образу и подобию Его и Его воли, то это дано нам наслаждение, если нам это благостно и приятно. И нам это только как бы нужно это только отметить, осознать, понять, ну, постичь. И вот твоя жизненная вообще платформа, твоё положение вообще в мире как бы вот из роддома вышел, поздоровался за руку с акушером и сказал, всё, привет, я пошёл и пошёл познавать. И вот ты идёшь всю жизнь по своей дороге и все свои шишки набиваемые, все твои вообще закрытые и открытые двери, это есть только лишь вообще твой багаж познания, высоты истины. Ну, это вообще достойная как бы, я думаю, что перспектива существования или смысл твоего существования и бытия. И для того, чтобы это познать, тебе это всё и даровано. Формула такая замкнутая, но тем не менее она меня как бы не утомляет. Поэтому кругу, познавая истинность и пользуясь ею, наслаждаясь, жизнь вообще-то она в общем-то не печальна. Радостно. Ты же вот сейчас вот вечером в хороший тихий вечер, пусть и холодный, зная, что ты сейчас вот устал, приляжешь, отдохнёшь, вечером утром уснёшь, утром проснёшься, а тебе вдруг завтра при чистом небе вечером, завтра солнечный денёк и утречком тебе солнышко постучится в окошко, несмотря на хмурый ноябрь. И тебе уже от этого радостно и приятно, что ты ложился спать с этим сознанием, что вдруг ты завтра это встретишь. И ты открываешь глаза, а оно действительно тебе встретилось. И ты радостно благодаришь Бога за то, что это у тебя есть. Это же здорово. Это же так немного. Это не 200 долларов вообще просто ты нашёл валяющихся. Это, может быть, кого-то тоже обрадует. Но это не самоцель, не главное. за эти 200 долларов ты радость утра не купишь. А порадоваться тому, что у тебя есть совершенно бесплатно на халяву. Утром в окошке солнышко, солнышко и тепло. И ты забыл, что у тебя была изморожь, что ты вообще ключом не попадёшь в замочную скважину и не заведёшь машину отсыревшую. Не, это уже полбеды. Тебя уже не волнует. Ты утром, перед тем, как зубы почистить, ты улыбнулся, что оно тебе светит. Кайф. А вчера буквально было затмение. Да. Могу сказать парадоксально совершенно. С большой радостью. С большой радостью. Я ребёнок СССР. Давай, пиши. Пиши. То, что произошло вообще трагичное вообще с эпохой Горбачёва, я воспринимал как очень много вообще баранов в нашей стране. Совершенно искренне. Вообще-то с большим позитивом, с большим воодушевлением, с надеждой. Честно скажу, не осознавая вообще всей глубины, драмы, трагедии. Не осознавая. Я слишком с многим в этот момент уходящим, слишком многим тяжёлым тяжёлым и болезненным. Расставался. Причём расставался совершенно естественно и безболезненно. И мне не казалось это большой трагедией. Я это со временем ощутил. Большую драму. Со временем. Потому что очень многое. Мы же всё равно все дети оттуда. Даже начало вообще раскрытия в траурную музыку неба на моей картине Александра Невского происходило 10 ноября. Когда скончался Брежнев, я в это время стоял на лицах, раскрывал семиметровое полотно и по радио шло нон-стоп. Прекрасная классическая музыка. Великая музыка, под которую работалась просто прям душа пела. А я ещё не знал, объявлений не было. Вдруг пошла вообще нон-стоп трагическая музыка. А я пишу себе в удовольствие. Здорово, настрой хороший. Парадоксально. Кто знает. Понимаете, вот с эпохой Горбачёва у меня связано очень неприятное воспоминание, когда Горбачёв такой на волне преобразований. Был героем национальным. Мне из Больших Верхов заказали портрет его к его дню рождения, к 50-летию. Я с рук, нигде нельзя было найти его никакого изображения, всё это убирали. Был провозглашён лозунг вообще борьба с привилегиями. Я фотографии не найдёшь. Друзья, Тартас нашли мне где-то на каком приёме. Плохого качества я нашёл фотографию. Я сделал его парадный портрет. На фоне за окном был напечатан, ну, как бы, изображён русский пейзаж, весна, апрель, берёзки. Когда он прозвучал, апрельский пленум, всё было как бы по схеме соблюдено. Я сделал хороший портрет, замечательно написанный, ему вручал член правительства, дарил. Он его потом убрал, снял и приказал этот портрет уничтожить. Как бы, по совету своей жены Раечки. И потом я в доме был приглашён одного сотрудника Кремля, у которого он говорит, хочешь, пойду покажу, пойдём покажу сюрприз. И меня заводят в спальню и над главной кроватью висит пейзаж, очень неплохо оформленный, освещённый. И пейзаж, смотрю, что-то похоже, знакомое. Весна, берёзки, такой весенне-апрельский пейзаж. Смотрю, а это фон из моего портрета. Натянутый на подрамник, оформленный в рамку. Я понимаю, что значит он вырезан, вырезан из портрета Горбачёва задник с окном, вырезан и отдельно висит как пейзаж. Это человек, которому приказали уничтожить. Он пожалел, он вырезал себе задник, оформил, а я ему потом подписал. Вот такие сюрпризы. После этого Горбачёв едет в Италию и везёт мою картину в подарок Пирогов и Гарибальди. Я по истории накопал материал, что Гарибальди спас от ампутации ноги национального героя Гарибальди. Когда у него раздроблена была нога, его приговорили вообще к ампутации. Пирогов приехал, сделал осмотр, сказал, нифига произойдёт подвиска тканей, ему только любой пинцетом потом студент вытащит эту пулю, которая раздробила ему щиколотку. Он потом всю жизнь хромал, но он ходил на двух ногах и все памятники в любом дворе Итальянской республики, на любом вообще скотном дворе национальный герой стоит на двух ногах благодаря русскому хирургу Пирогову. И я этот момент как бы осмотр их дружбу изобразил эту картину как Пирогов, Пирогов потом после этого, что он навещал вообще социалиста первого, понимаешь, был невыездным, императора его наказал, перестал вообще преподавать в Гейдельберге, ему запретили выезд, а он преподавал там для русских оболтусов в Гейдельберге в Академии медицину там, вел курс как педагог, он потом в общем-то педагогической деятельностью много занимался, реформой вообще педагогической вообще всей реформой занимался Пирогов, очень много выступал, я не знал, что он вообще в педагогике был такой любознательный дядька, очень много там протестовал против того, что существовало, нововведение вводил, как наладить вообще педагогику вообще, преподавание у нас. А вы писали портрет Руцкого? Нет. То есть, Руцкого не писали? Руцкого меня очень обидел. Как так получилось? А он заказал вообще серию, когда был вице-президентом, серию портретов национальных героев, мы в Кремле повесим их, я заказывал подрамников, предоставь вообще эскизные, я сделал эскизики, я сделал Жукова, Александра Невского, потом этого, ну, Героиков, Петра Первого и так далее, и так далее. И вот портрет мой Петра Первого в Красном Мугире, он у него висел над головой в кабинете в Кремле, как один из начальной серии. А он мне его не оплатил. Я думаю, ну, сделаю серию, хотя бы мне помогут сделать мастерскую. Во! Он у меня забрал его и повесил у себя, ни копейки не заплатил. А потом, когда его арестовали, опись имущества, а он говорит, а этот портрет этот мне художник подарил. Я думаю, ну, все, привет, и ушло. Я уже так, как Барсукову, Коржакова, я говорю, мужики, нифига я ему не дарил, он меня кинул. Я там, думаю, портрет Столыпина, думал там, ну, там, ну, подобрал, в общем. Говорю, надо сделать портреты и повесили бы их. кидало в ушло. Может быть, просто не успел? Саша, события начались. Ну, они начались. Ну, у тебя описывают твои вещи в кабинете. Ты сидишь в бутырке и говорят, а вот это, а вот это, а вот портрет. А, нет, а портрет это мне художник подарил. Куда тебе в бутырку? Куда тебе портрет-то? Чего ты врешь-то? А потом мне уже крыжаков отдам. Приезжай, забирай. Все забрали, да? Конечно. Вот когда после окончания художественной школы мы поступали в Суриковский институт, то я знал, что если я поступлю, то после первых двух лет будет распределение по мастерским. я буду мечтать, буду стараться учиться так, чтобы попасть при распределении в мастерскую Таира Салахова. Потому что для меня это всегда и был, и есть, и остается авторитет, очень большой авторитет в нашей творческой среде. Прежде всего большой художник, мастер вне зависимости от каких-то установок там знаете, вкусовых, тематических, пластических. Это прежде всего очень большой художник, талантливейший человек. Я думал, что у него можно будет очень многому научиться. Вот. Потом он очень современен. И я, конечно же, был счастлив тому, что когда я поступил, то во время учебы мне позволялось вообще участвовать во многих выставках, как и многим моим студентам, сокурсникам. Мы на разные всякие молодежные и всесоюзные выставки подавали свои работы и в зависимости от решения выставкома были призваны и даже участвовали в этих выставках. Некоторые работы у нас попадали в основную экспозицию, не только в каталог. Нас как бы замечали, смотрели, обращали внимание, что какая-то шустрая молодая поросль. Вот. И тем не менее мы продолжали учиться. Во время курсовых заданий у нас было задание копия. я осмелился вообще взять на копию размер 3х5, сделать точную вообще фактуру фрески, стены. Сам просеивал речной песок, сделал эту стену и сделал 3х5 фрагмент куска микеланджеловской росписи страшного суда в Ватикане. У меня была хорошая репродукция, по которой я смог вычислить расстояние, зная ее точные параметры оригинала. Я вычислил кусок, он 3х5 фрагмент можно было вырезать, я его как бы сфрагментировал, скомпоновал и на 12 кусках досок, на которых была нанесена штукатурка, точно такая же, как вытекание. Я сделал роспись и вообще точную фреску микеланджеловской копии. Сейчас она находится в мастерской у моего друга Михаила Переславца. на стене в скульптурной мастерской, она как бы таким хорошим камертоном висит. Так что всегда, приходя к нему в гости, Миша всегда говорит, а это Серега делал в 1977 году копию. Мне приятно, что она не где-то пропала в подвале Суриковского института, а сыпалась. Она висит у Миши. То есть, когда я ее сделал, я ее выставил в институте, смонтировал на стене в коридоре. Это производило впечатление, точный кусок 3 на 5 вообще из ватиканской стены вырезанный. Было все-таки хорошо, это приятно. Все-таки в храме искусства, в институте нашей академии все-таки есть вообще на что равняться. В общем-то, это может быть как-то сыграло какую-то роль. Обратил внимание Салахова, когда я написал заявление наряду со многими моими друзьями в мастерскую, то меня зачислили в мастерскую к Салахову, и я оканчивал уже диплом, делал я в мастерской, заканчивал я на факультете станковой живописи Суриковский институт, по мастерской профессора Салахова. Я был очень счастлив, что я к нему попал, потому что Тавер Тремонович, в отличие от других педагогов, он не давлел своим авторитетом, он пытался в каждом студенте развить его свою какую-то особенность, индивидуальность, творческое начало, не запрещал ничего, очень демократически вел все педагогические уроки, и, в общем-то, поддерживал во многом, давал профессиональные навыки, где композиционно были недоработки, помогал, он очень хорошо чувствует вообще композицию, поэтому он мог подсказать правильно, и мы очень многое от него переняли, кто у него учился, и я, в общем-то, очень благодарен ему за то, что, в общем-то, в какой-то определенной степени я до сих пор его называю, что Тавер Тимонович Салахов является моим, как бы, крестным отцом в нашей творческой, большой, художественной семье. На то время он был тогда очень занятой человек, он был наделен общественной нагрузкой, он был первый секретарь правления Союза художников, а надо сказать, что это, во-первых, очень сложное, во-первых, все знают, что наша семья творческая, она очень скандальная, очень сложная, очень многохарактерная, неуживчивая, вот, тем не менее, тем не менее, Таир Салахов пользовался непререкаемым авторитетом, ведь не случайно на тайном голосовании многих десятилетий он избирался первым секретарем правления Союза художников в многонациональном нашем, всесоюзном, не всероссийском, а всесоюзном Союзе художников, избирался единогласно первым секретарем. Пять созывов, аналогов этому, нету ни в одном историческом вообще справочнике. Не было такого. Это непререкаемый авторитет, поэтому я искренне говорю, что это не только большой мастер, умница большой, очень большой художник, это еще большой педагог, и я считаю его своим отцом, крестным отцом в искусстве. Поэтому я искренне ему благодарен. Все хорошее, чему я научился, я научился у великих мастеров, у своего великолепного педагога-отца в своей семье и, конечно же, своего профессора Таира Салахова. Действительно, вот пять созывов вы говорите, да? Тайным голосованием, оно действительно тайное было, да? То есть, можно было и не голосовать. И так и прилетали, так и сняли Петю Асуцкого, так и сняли, так он слетел на четвертом созыве. смог удержаться, то есть, это мудрый человек, он маневрировал среди моря интересов, среди моря всесоюзный. Да, да, это совокупность стольких интриг и наций. Да, да, он смог обобщить все характеры, все интересы удовлетворить, да, и остаться... И быть при этом очень замечательным, ярким художником, индивидуальностью. Он на выставках активно участвовал, он и показывал, что он творчески, всегда в активе, в потенции. Это же очень показательно. Художники не дадут свой голос ни авторитету. Знаю, вот этот человек может вот не говорить, не говорить, а встать, взять уголь, если надо, нарисовать с нуля. Это же, это же большой показатель. Это же большой показатель. Как бы в сталинское время никто против не мог сказать президенту Академии Герасимова. Если надо, то, извините меня, Герасимов и приколит, и встанет, и нарисует. Ну и можно на расстрел отправить, понимаете? Такие другие нравы были. Но писал почти как Коровин. Все эти розы на серебряных подносах в духе Коровина написаны, будьте любезны. Герасимов. Казалось бы. Так что, знаете, вообще, вообще у нас очень сложное и противоречивое время советский период. Очень сложное, очень противоречивое. Все вещи буквально с натуры. Такой вообще художник, как Дмитрий Аркадьевич Налбандян написал. Все вещи с натуры. Все даже, которые в Третьяковке, даже этюдный материал. Все написаны с натуры. Он в 6 утра вставал в Риме, вставал, шел на площадь Святого Петра и писал колоннаду на площади. С натуры. Стоит дедушка. А там стоят эти, спят еще эти ночные эти извозчики на этой прогулочной, этой туристической упряжке. И стоит среди них Налбандян пишет этюд. Удивительно, это факт. Поэтому каждое имя в нашей творческой атмосфере, в нашей среде, в нашей семье большой, многонациональной вообще, каждый, если кто смог себе создать определенный авторитет, имя, творческое имя, оно далось ему большим трудом, большой кровью. Нечестных имен, нету. Это любой скажет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok